Принято считать, что веселые старты это детские соревнования, но на этот раз кубок победителя получит взрослая команда работников образовательного учреждения. 44 команды, состав которых исключительно работники образовательных учреждений муниципалитета. Это школы, детские сады и даже центры детского творчества. Не часто им удается собраться всем вместе, но когда это происходит, хорошее настроение обеспечено каждому. Я не знал, что наши директора могут так быстро бегать, я вам честно говорю. Наверное, это от настроения, от погоды, от того, что все поели блинов, поели каши, работает полевая кухня. В целом, хорошее настроение. Местом дислокации был выбран стадион Видновского художественно-технического лицея, который, кажется, ждал этого события. Ведь именно здесь, осенью прошлого года, впервые была реализована районная программа «Школьный двор». Роскошное поле было нам выстроено, которое эксплуатируется с раннего утра до поздней ночи. Очень хорошо и школой, и спортивной школой, и местными жителями. Пять этапов соревнования, в которых участники на время забыли, что они взрослые и развлекались как дети. Однако без хорошей физической подготовки выиграть в них было невозможно. Благо, со спортом наши педагоги дружат. А учитывая, что это командная игра, веселые старты объединили коллективы, и те шли к общей цели – к победе. Нам, педагогам, этого не хватает. У нас такая работа, что мы больше сидим. Поэтому для нас это очень важно. И когда проходят такие соревнования, мы с удовольствием участвуем в них. Все команды, которые здесь присутствуют, они все дружные. Они с удовольствием участвуют в таком мероприятии. И я так думаю, что это будет постоянно. Веселые старты для работников образования проходят уже во второй раз и становятся традиционными. И это пример для коллективов других отраслей последовать такой хорошей инициативе. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.